Всем большой привет, ребят! Меня зовут Лена, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я вам хочу показать продолжение репортажа состройки. На самом деле мы уже переехали, я думаю, что вы уже поняли, что фон за моей спиной. Сейчас это выглядит как полный хаос, и у нас был очень быстрый переезд. Я напомню, что с момента, когда мы получили ключи от квартиры до момента переезда, прошло ровно два месяца, и не днем больше. Так что сейчас я вам совсем коротко покажу, что изменилось. На самом деле хочу вам покрыть вот эту стеночку кирпичную, я о ней долго говорила, наконец-то она появилась. Я в принципе с целом довольна, но я бы хотела, чтобы затирка была не такая вот желтая, как сейчас. Она почему-то так оказалась, хотя меня уверяли в магазине, что она купительно белая, точно такая же, как кирпич. Я хотела себе более однотонный фон. Кстати, не обращайте внимания на кучу коробок, здесь сейчас все заставлено, это просто-просто хаос. Ребята, которые уже видели ее, сказали, что даже выглядит более натурально. Я, честно говоря, не знаю, сомневаюсь, я планирую возможно ее покрасить, эту затирку, то есть сделать эту стенку совсем белой, более однотонной. Если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, как лучше, дайте знать, напишите в комментариях. Но в целом она выглядит вот так, в принципе, уложили ее очень даже хорошо, и все замазано, подрезано, клавили ее примерно 3 дня. Третий день был полностью в затирке, стирать оказалось очень сложно, какая-то неудачная очень получилась затирка. В плане я ее только купила, она была не такого цвета, как мне нужно. Соответственно, еще ребята очень сильно мучились с ней, потому что ее приходилось практически руками размазывать. Обычно такого рода затирку, конечно же, шприца наносят, и потом аккуратно размазывают, это все достаточно быстро делается. Здесь у меня ниша, и свет скоро тоже будет, кстати, диорный, повод прежде не торчит. На этой стеночке кондиционер до сих пор не повесили, но я думаю, что буквально завтра-послезавтра я ее позовусь, или почему-то я не дозвоню, потому что человеку, возможно, он завтра придет. Кто-то спрашивала, зачем так много шкафов, два огромных шкафа, маленькая жилая зона, ну вот, видите, сколько вещей, здесь просто сейчас тюки. На самом деле, в прошлом раз поменялось то, что мы покрасили фрезерин, все вот эти короба пришлись по два раза. Очень хорошо, это стало все за этот тестик, фрезерин меня вообще порадовало. Несмотря на то, что пить его было сложно, это того стоит, я решила, что так будет делать всегда. Сейчас на все короба полностью покрашены, краска, кстати, хорошо очень ложилась, но мы ее немножечко разбавляли с водой, потому что наносили ее на вот эти вот маленькие поверхности кисточкой, и чтобы не было следов от щетинок, немножечко отделали ее по жиже, а на большие плоскости, вроде вот этой стенки, естественно, носили ее валиком для освещения валик каких проблем. Единственное, мы заклеили часть потолка, потому что потолок уже был, малярный скотч, чтобы не брызгаться сильно. Так, дальше у нас тут кухня, что у нас тут на кухне? Кухня я вам вроде бы уже показывала, и сейчас куча-куча-куча моих вещей. А вот, здесь на самом деле висит светильник, должен висеть, торчит шнур, здесь будет плакон, и здесь будет точно такой же второй. Случайно я с собой несла такую планочку, на которой крепится второй светильник, и поэтому второй не повесили, но я думаю, что ближайшее время тоже что-то зайдет. На любом опыте, это моя, она черная, но возможно приблизительно не повешена, но крат 4 метра, чтобы было больше места. И вчера буквально привезли тех, кто-то спрашивал, кто-то у меня недавно, если спрятать в комментариях, где вы считаете, Владимир, например, тот, кто смотрит меня с самого начала, он стоит вот здесь, у нас сапсун, беленький. В принципе, я рассчитывала на бошек, что-то такое типа LG, но у нас оказывается более удачный по виду, он не понравился, он подошел по размеру, он 2 метра, высокий, и вот у него будет конструкция из шкафов. Здесь нужно будет очень аккуратно все делать, потому что вот та стена у нас уже не вырвана, она забавлена вот туда, и поэтому, соответственно, видимо, верх этих шкафов, которые будут встроены, будет больше по размеру, а низ меньше, так что у меня на это очень сильно обращают внимание. Так, показать вам изнутри холодильник. Показать, показать. Вот такой вот такой вот отличный маконичный по дизайну, без ручек. На самом деле, вот только сегодня он разрешили включать, через 8 часов после. Того, как его привезли, в принципе, после конфортировки, поэтому еще бы не успела забить их на концах. Так, далее идем в прихожую. Здесь тоже большая пуча коробка, к примеру, я привезла вот такую крышу кубки из серии. Вешала для гримерки, ну, чтобы просто хотя бы какие-то верхние вещи, джакеты, рубашки, то, что слишком сильно мнется, повесить достаточно удобно. Но, единственное, конечно, влезает совсем не так, что много вещей. Буквально там 10-15 свешилок. Есть какая-то верхняя одежда, наподобие курток идут, и кто еще, конечно же, меньше. И пойдемте в ванну. В ванне у нас то, что поменялось. А, верно. Да, появилась кнопка смыва. Здесь у нас она тоже отрится, и я вам много раз о ней рассказывала, рекоментировала, можно сказать. Здесь у меня половинка смывания и полное смывание. И также появился сам вот этот ручек. Он у нас с микролифтом, который можно спокойно открыть, и он сам потом закрывается, что-то будет от огоньчика. Далее, с этой стороны у нас появилась штора. Не появилась дверь в ванну, но появилась штора, потому что когда моешься, он очень сильно брызгается. Так, шторка беленькая, эта другая тоже белая, и появился вентилятор. Сейчас я отключу, покажу вам, как он у меня. Немножко еще будет. Светится с синеньким фонариком и дует, забирает воздух. Надеюсь, что вот так вот видно. Вот, ну и второй момент по ванне такой серьезный, это стиральная машина. Она буквально вчера-то уже месяц с холодильником приехала. Так, сейчас я выключу этот вентилятор, вот, чтобы было у меня лучше слышно. Это Hotpoint Restore. На самом деле, она привлекла тем, что она очень узкая, 35 сантиметров. Но, тем не менее, объем барабана 5 килограмм. И у нее есть дисплей, то есть она сама взвешивает. Я тоже рассматривала LG. Ну, на самом деле, у LG были некоторые нуансы, скажем так. По сравнению с этой машинкой, LG была 36 сантиметров. А в такой маленькой ванной, как сантиметр играет, конечно же, большой вольт. И при этом у LG было еще 4 килограмма загрузки. Когда я открыла барабан, он мне показался вообще просто таким-то очень маленьким. Хотя, разница в килограмм. Эта машинка еще с того, с дисплейчиком, и она взвешивает. То есть, вроде бы, как можно, вещь не пробовала, она отлично. Можно даже один килограмм допустим на пол, что, да. И она, соответственно, автоматически поставит нужную программу. Так что, вот такие вот дела. Ну, сегодня, я думаю, это все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно было для вас очень полезным, информативным. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Я, кстати, еще хотела затронуть такую тему. Я думаю, что актуально, если посмотрите меня, как выжить в маленькой квартире, как сделать пространство эргономичным, функциональным, как устроить места для хранения, что нужно, чтобы все-таки здесь можно было жить вдвоем, может быть, даже вдвоем. Если вам интересны подобные ролики, я обязательно подготовлю материал с ним. У меня есть уже большой опыт по поводу использования пространства в маленькой квартире, как увеличить пространство, что сделать, чтобы места было больше, метров не так много. Так что, если вам интересно, обязательно отпишитесь в комментариях, я буду иметь в виду. И я думаю, что в ближайшее время подобные ролики у меня будут выходить на канале. Ну и на этом сегодня все. Я прощаюсь с вами. Мы увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok